В новом поколении Hyundai Tucson удивил всех. У четвертого по счету Tucson внешность надо рассматривать долго и вдумчиво. То, что кажется противотуманками, на самом деле основные фары. А разбросанные по решетке радиатора светодиодные осколки – это ходовые огни. К оформлению боковин кормы дизайнеры тоже подошли крайне затейливо. Салон также выполнил по совершенно другим канонам. Отныне водителю и пассажиру отведены индивидуальные коконы. Разделенные мощной центральной консолью. К слову, здесь не осталось места традиционным кнопкам. Даже блок климатики стал сенсорным. А управление автоматом переведено на кнопки. Любопытно, что для россиян корейцы предложили не стандартную европейскую, а длинно-базную версию кроссовера. Такие же представлены на китайском и американском рынках. Она сразу на 13 сантиметров крупнее. Хотя трехрядный салон инженеры внедрять на удивление не стали. Видимо, чтобы не создавать конкуренцию своему же Санта-Фе. Машина стала больше. Машина стала суперинтересной. Это, безусловно, новая века. И последующие наши модели, вы будете видеть, будут иметь определенные свойства с элементами дизайна нового поколения. Первую партию машин привезли прямо из Южной Кореи. Но ценителям импортной сборки придется поспешить. Ведь совсем скоро выпуск модели методом крупных узлов стартует на Калининградском автоторе. У дилеров автомобили российского производства должны появиться до конца июня. Несмотря на то, что сертификационные документы изначально были оформлены только на двухлитровые моторы, один бензиновый, один дизельный, к ним вскоре присоединится третий вариант с атмосферным двигателем 2.5. Последний имеет непосредственный впрыск, но может работать на 92-м бензине. Старшему бензиновому и единственному дизельному двигателям полагается строго восьмиступенчатый автомат и полный привод. А вот 150-сильное исполнение дает куда большую свободу выбора. Для него заготовлены передний и полный привод, а также механические и автоматические коробки. Начальная комплектация Classic будет стоить 1 миллион 869 тысяч рублей. То есть на 110 тысяч больше, чем просили за экземпляр прошлого поколения. В базу включены 6 подушек безопасности, ESP, кондиционер, медиасистема, подогрев передних сидений, круиз-контроль, датчик света и 17-дюймовые колеса.